которые могли бы стать идеальными людьми. Поэтому, на самом деле, в идеале семейных отношений концепции развода нет. Нет. То есть это не то, что у меня не получилось с этим, а получится с этим. Встаньте на место Адама и Евы. У Адама не получилось с Евой. Он что, пойдет, как мы с вами обсуждали, сколько было обезьян, сколько людей? С кого выбирать-то, Адаму было? Судя по всему, вообще выбора не было. Кого выдал Бог, с тем и живи. Вот. Поэтому, примерно наша с вами ситуация такая же, «Кого нам Бог выдал, с тем и живи». Но надо учесть, что мы живем в обществе не абсолютных ценностей. Поэтому здесь, вот в этой модели, есть отклонение. Давайте вопрос вы хотели. Здесь мы, видите, здесь, смотрите, полет. Сейчас, одну секундочку, дайте мне буквально 10 секунд. Полет, полет вашей мысли. У нас появился новый центр притяжения. Я прошу его отталкивать. Полет нашей мысли предвосхищает наш дальнейший разговор. Смотрите, к чему мы пришли сейчас. Мы с вами видели картину, какой она должна быть. Правильно? Все должно быть хорошо. Мы с вами сейчас увидели, почему картина не такова. Почему картина не такова? Почему она не идеальна? Почему есть конфликты? Мы увидели, почему. У вас, естественно, возникает вопрос. Если картина не такова, то как ее решать? Как решать эту проблему? Ну, об этом, на самом деле, будет наш следующий разговор. Будет господин Марион рассказывать именно об этом. Разрешение конфликта. Здесь мы с вами увидим, вот как тогда восстановить эту картину. Чем больше буду отвечать на ваш вопрос, тем меньше я оставлю пространство ему для выступления. Да, поскольку речь пойдет именно о том, что тогда делать и как вот это поступать. Давайте еще один вопрос, чтобы так, на позитивной ноте. 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 Спасибо. Спасибо. Очень интересное замечание. Очень хорошее. Спасибо. Тут мы с вами торгаемся вот в такие концепции прощения. Как видите, на самом деле светское восприятие слова прощения нет. Светским образом, светским имеется в виду без Бога, концепция прощения не существует. Можно наказание. Это люди людей наказывают наказание. А прощение – это исключительно религиозная концепция. Это очень интересно, это очень важно. Так вот, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что прощение, искупление, самые разнообразные вот эти действия, они участвуют в процессе восстановления после конфликтов. И это восстановление тоже оказывается не светское. То есть тоже не секулярно это все происходит. В этом-то все и дело. Но об этом опять же будет следующее. Здесь, понимаете, можно простить человека, но лечить-то тоже надо его. В этом смысле тут вот у врача сложная ситуация. Он может простить, а не вылечить. Нужно понять, как и простить, и вылечить. Об этом в следующий раз. На этом наша радиостанция заканчивает вещание. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.